1 сентября 2023 года школы Хабаровского края начнут обучение детей по федеральным основным образовательным программам с 1 по 11 классы. Вместе с обновленными программами по истории, общества знаний, литературе, окружающей миру и географии школьники приступят к изучению обязательного модуля «Начальная военная подготовка в курсе ОБЖ». Также в учебные планы вернется предмет черчения. По данным Краевого Минобразования и науки, в этом году 1 сентября за парты в регионе сядет около 157 тысяч мальчишек и девчонок, а это на 2000 больше, чем в прошлом году. 808 образовательных организаций распахнут свои двери перед учредниками. Всего на подготовку к новому учебному году в бюджетах всех уровней с учетом национального проекта. Образование запланировано более 2 миллиардов рублей. Активно идет подготовка к началу учебного года в школах Краевой столицы. Все они, по оценке мэрии, встретят учеников обеспеченными всем необходимым для учебного процесса. Подробнее эту тему обсудим с нашей гостьей в студии Татьяна Матвиенкова, начальник управления образования администрации города Хабаровска. Доброе утро. Доброе утро. У вас сейчас горячая пора, потому что родители, как правило, не задумываются, что вот на каникулы ушли, школу закрыли, 1 сентября открыли. Что вообще включает в себя процесс подготовки к школе? Ну, очень такой широкий масштабный проект, потому что нужно посмотреть готовность абсолютно всех систем, особенно жизнеобеспечения. Вы правильно сказали, родители ведь не все видят, они видят, как правило, то, что находится вот в поле зрения, да, а надо проверить, как работают системы. В каждом ли кабинете горит свет, в каждом ли кабинете лампы соответствуют тем нормам, которые сегодня СанПин нам диктует. А что происходит в элеваторных узлах, провели ли ремонтные работы, заменили ли систему отопления, готовы ли учебники, чтобы начать процесс образовательной программы реализации. Поэтому вот очень-очень много вопросов, которые включает в себя акт приемки готовности. И надо сказать, что ежегодно школы Хабаровска готовятся своевременно. И если нам Министерство образования ставит определенный срок, ну, допустим, до 1 августа, чтобы приемка состоялась, то мы делаем это раньше для себя, для того, чтобы у нас еще было время, ну, потом до 1 сентября провести какие-то работы, которые, может быть, мы не провели в то время, когда шел процесс сдачи единого государственного экзамена, потом лагеря пришкольные работали. То есть, ну, мы же работаем в круглогодичном, круглосуточном, можно сказать, режиме. А бывает такое, что какая-то школа раз и не успела и не открылась в 1 сентября? Нет, конечно, такого не бывает. Даже если мы вот на сегодняшний день, допустим, ремонтируем систему теплоснабжения в одной из школ, мы понимаем, что все основные работы, которые помешали бы образовательному процессу, они однозначно будут сделаны до 1 сентября. По учебным пособиям у нас все школы по одним учебникам учатся? И нужно ли родителям что-то докупать или все предоставляет школа? Нет, пока на сегодняшний день, конечно, все школы не учатся по одним и тем же учебникам, потому что вы правильно в начале программы сказали, да, сюжета о том, что мы переходим на реализацию федерального государственного образовательного стандарта. Конечно, это не случается сиюминутно, поэтому все должны подготовиться к этому, и Министерство просвещения, и Министерство образования, и каждый муниципалитет. Поэтому вот начинаем мы заказ учебников, ведь не летом, да, перед началом учебного года, а гораздо раньше, это случается где-то в декабре, в январе месяце, когда мы анализируем, а какие программы будут реализовываться в каждой школе и по каждому учебному предмету, какие учебники нам нужно до заказать. И вот для того, чтобы перейти на линейку одних учебников, как сегодня диктует стандарт, мы тоже должны быть к этому готовы. Поэтому все это будет поэтапно, но уже с этого года, конечно, очень много обновлений ждет школа. Ну вот все вот эти вот изменения в системе образования, за ними достаточно сложно следить, если ты туда не погружен. Я к чему спрашиваю? Как-то вот родители информируют о том, что вот нужно вот именно такие-то учебники для учащихся в этой школе. Как-то они узнают об этом? Ну вообще учебники у нас в государстве выдаются детям бесплатно, поэтому родителям, в принципе, не нужно заботиться о том, чтобы пойти в магазин и купить учебники. Поэтому они узнают о том, по каким учебникам будут учиться дети, ну, 30-31 августа, когда ребенок пришел со сборов и принес эти учебники домой. То есть там не надо что-то докупать? Конечно. Я помню, в мое время как-то что-то ходило, или там-то купали какие-то. Ну, тетради, значит, мы всегда разъясняем нашим родителям и, кстати, нашим педагогам о том, что, да, некоторые учебники идут по стандарту вместе с рабочими тетрадями, и если это происходит именно так, то тогда школа выдает тетради. Есть ситуации, когда к учебнику нет печатных тетрадей, и, допустим, родители в классе решают вместе с учителем, конечно, по просьбе учителя, что было бы удобнее в процессе использовать такие тетради. Принимают решение, что мы покупаем тетради, но в этом случае мы говорим, ребят, всегда есть в классе ребятишки, которые требуют особой заботы, поэтому в этой части нужно быть очень внимательными. Если вы решили, приняли такое решение, да, закупить тетради, значит, надо подумать и позаботиться о тех детях, которые, ну, по каким-то причинам для них сложно приобрести тетради. Есть ксерокопии, есть электронные варианты, но каждый ребенок, придя на урок, должен не почувствовать себя уязвимым, поэтому это задача нас, системы образования. Что нового, извини, Егор, что нового ждет с 1 сентября школьников, их родителей, какие новая система образования? Вы знаете, вот так сказать глобально, что нас ждет что-то новое, нет, мы продолжаем работать и реализовывать те программы, которые уже дети начали осваивать. Да, это же ведь правильно, не взять на пути, на переправе и поменять все правила игры. Это было бы не совсем верно как для учеников, так и для родителей, конечно, для учителей. Поэтому мы продолжаем реализацию всех программ, но, конечно, в систему входит новшество. Вы уже сказали о том, что вводятся элементы основ безопасности, да, жизнедеятельности, военной службы. Черчение, конивая. Черчение, конивая. У меня МВП вообще было отдельным предметом в школе, насколько я помню. Да. Нам все нравилось, правда. Сегодня ведь жизнь диктует свои тоже условия, региону нужны высококвалифицированные инженерные кадры. А как их подготовить, если мы сегодня на углубленном уровне не будем изучать физику, математику, IT-технологии, черчение? Это все нужно в первую очередь для нас, потому что мы живем здесь, нам развивать наш город, наш край, нашу страну. А как линейки пройдут 1 сентября? Такое яркое, долгожданное для многих событие. Первоклассники. Пройдут, конечно, традиционно, но со своими изюминками, потому что в каждой школе есть тот самый человек, который отвечает за процесс воспитания, за подготовку вот таких массовых интересных мероприятий. И поэтому, конечно, для старшеклассников это будет, наверное, линейка торжественная, когда они последний раз, да, 11-классники придут в школу и вот остается последний учебный год. Для первоклассников это будут праздники, это будет знакомство со школой, поэтому каждый старается как может. Прекрасно, 1 сентября действительно праздник для детей, для родителей. Да, потом, конечно, суровые ученические будни. Школьники по утрам. Да, как пророчески спят в той песне, что за партой сядут мальчишки, девчонки, а также их родители. Но все-таки это же ваши дети, вы их родили, вам их учить. Я думаю, у вас все обязательно получится. У нас в гостях была Татьяна Матвенкова, начальник управления образованием администрации города Хабаровска.